здравствуйте здравствуйте сегодня у нас 3 марта апреля 3 03 3 апреля 2015 года канала подготовка программ плохие новости я вячеслав мальс со мной студия бабы джанин у нас прямой эфир да так вещи сказать да вот от наших спонсоров поступили следующее сообщение вот андрей он нам уже писал кузяк наверное я боюсь просто фамилию переврать прошу прощения заранее потому что по английским буквами написано просто от души и спасибо вам обоим благодаря вам я не стал нации не стал убивать русских хотя все предпосылки были а еще слушая вас я перемещаюсь в мир в котором хотел бы жить у меня своя религия и вы двое помогаете мне верить в бога и в людей понимаете как хотите на еще еще раз спасибо бандеровица здорово сюжет это очень приятно вообще у такие вещи очень приятно слушать и особенно когда пишут там что вот там сосед ванька с соседом петь собрали уже котомки чтобы ехать там воевать куда-то послушали мальцевые не поехали вот это вообще самое великое вообще то есть утра и только вот того чтобы сосед ванька с петькой не поехали убивать укропов да вот как когда и и поняли что нет никаких укропов наверное да что что в общем то есть братский украинский народ которым лучше не просто дружить а вот жить вообще вот не разлей вода потому что мы это со всех сторон выгодно понимаешь и когда это пишут это часто то значит настроение такой сразу вспоминают и настроение меня повысил да сразу вспоминаю да как когда александр иванович лебедь написал мне помнишь это он и все надо есть ли на свете мужество каждый решается и вот когда уж совсем вот в угол загнул я когда стану посмотрю там собственноручно написаны и портретик и думал вот вам всем казалось славу эдика и сторонников поддерживаю германия вот хорошее сообщение германии нас поддерживает все на самом-то самом-то наталья написал да спасибо она придет красиво здравствуйте вячеслав эдуард можете передать привет моей жене дарьи заранее спасибо ради бога даре привет привет дарья даже на наше дело спасибо вам дмитрий инженер спасибо вам спасибо олег из калуги пишет живу с вами уже шесть месяцев вспоминаю 80-е голос америки bbc сквозь глушилки владимир семенович на бобине и вы спасибо вам за ваши добрые нужно объединяющие людей против басурман и нечисти дела как-то рядом с владимиром семеновичем вообще как-то круто имеется ввиду я понимаю вот молодая технология то есть вот опять же вспоминаешь сразу классиков марксизма да по поводу исторического диалектического материализма по поводу спирали видишь вот здесь данном случае спирали информационная она гораздо ближе оказалось по времени то есть мы это переживали и сами к этому же пришли вот парадоксальной ситуации обычно она вытянута там на века это спирали растягивается здесь она скручивается вода скручивается получается слава когда придете к власти пожалуйста не отлучайте людей от земли и приучайте любить нее конечно главная задача приучить людей работать не каким-то вот средствами которым пытаются сейчас да там как сейчас лукашенко 200 40 долларов или сколько надо в год заплатить то не я все таким образом никого не приучишь работать нужно чтобы людям нравилось работать слушаю вас ежедневно спасибо за луч правда в этом родстве не очень согласно с вашей позиции по еврейской национальности по роду деятельности не приходилось общаться с невероятно умными и порядочными учеными соответствующими фамилиями как мне согласиться с вами людмила владимировна спрашивает да я сам не соглашаюсь по некоторым вопросам в том числе и по еврейским национальности вот прямо на сегодня в точку сегодня я вспомнил одного человека которым я всю жизнь восхищался он был моим преподавателем всю жизнь восхищался и он вел такую борьбу очень серьезную там с еврейским кланом который который там плохо себя вел и так далее и абсолютно то есть ну честнейший чистейший вообще великолепный человек и сегодня я думаю ну что-то давно не слышно его не видно где он вдруг я вспомнил ночью про него почему вспомнил не знаю я стал гуглить я на гуглю за что что он умер и похоронен на саратовском еврейском кладбище плач поэтому вот что тут можно сказать я считаю это один из лучших людей которые я встречал в жизни так жизнь устроена как вот так же это парадокс да сейчас упомянутый владимир семян что джеда условно говоря как мы его нет но тут многие думают мы так часто шутим да да ну если сказать что мы антисемиты то так наверное нельзя сказать просто еврейские анекдоты наверно одни из самых смешных но после петь кисов селиван да я думаю даже смешнее ну да мы просто хотим также точно про евреев разговаривать как евреи про себя и также точно про негров как негры про себя мы абсолютно мы считаем за свободу за полную свободу слова именно мы за то чтобы никакие вещи не укрывались да и то что мы там сказали что кобзон от бурятов бурятов представлять ну разве это не факт это факт и и разве это факт не требующий как осмысление да очень требует конечно если бы это один кобзон да 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 вот в чем дело этом и вот хороший вопрос продержится ли парад порошенко до конца срока вообще-то сейчас все говорит о том что должен продержаться до конца срока и даже вот я задам другой вопрос который с точки зрения путинских совершенно как бы сказать резонный да как путинский говорить но если не путин то кто вот возьмите перенесите на украину если не порошенко кто кто да вот я приятно что там достаточно много фигур но они все замыкаются на него и какое-то взаимодействие или может быть противодействие между там я ценюком порошенко как там определенными лидерами и она все-таки наверное в сторону порошенко срабатывает конечно же то есть население конечно его поддерживает больше поэтому и вопрос не стоит так продержится порошенко или не продержится вопрос стоит на второй срок пойдет он или нет вот так что ну или майдан если выйдет раньше обрушение власти но обрушение власти она же это же системная вещь сейчас нет предпосылок к системному обрушению власти хотя бы почему потому что есть днр и лнр то есть это оттягивание себе до объединяющий фактор очень серьезный понятно здесь не прошел кто ярче абсолютно я согласен я двумя руками кстати проголосовал за яроша безусловно если были два вот кандидат порошенко ярче на бы конечно был гораздо выгоднее потому что ну тогда бы не было там тех проблем на украине по крайней мере у нас я имею ввиду с точки зрения борьба борьбы с путиным но нужно же быть объективным то есть нужно понимать как бы тенденции тенденции такой пока нет хотя я думаю что он если на выборах следующих которые президентские будут пойдет ярош то он гораздо больше получит чем получил это совершенно очевидно я имею ввиду голосов избиратель понятно так ты все ну да тут хотелось бы это я не знаю там по поводу продать продолжающегося скандала вокруг у нас есть давай подража вот спрашивая зачем вы так жестко и открыто критикуете власть можно же делать это более аккуратно используя намеки язык и зуба хорошо да и зуб очень хорошо сказано вот я для себя я ночью мне прислали я прочитал и вот для себя язык зуба да я пытаюсь освободить русских людей от страха перед ничтожеством а это можно сделать только на называю вещи своими именами можно конечно назвать черное темным оттенком серого но зачем да если я вел себя иначе моему отцу был бы за меня стыдно вот тоже записал кстати подзабыл да наверное тоже очень важно вот сажать а 50 оттенков черного 50 оттенков черного саша мне сегодня позвонил и он вчерашнюю передачу не смотрел он услышал про лукашенко ну что вот надо заплатить 200 с лишним долларов и бездельничать все тунеярцы должны и а это центральное телевидение российской не смотрел а он будет там киселев уж и все остальные изгалялись так они радовались и он говорит ну наверное они здесь тоже хотят сделать то же самое ну то есть понятно что это как же а то вот другие люди за кого-то платят и он конечно очень негодовал по этому поводу и я естественно тоже негодую почему потому что представьте ситуацию чтобы было понятно вот ну тебе там бабушка отказала садик какой-то там яблочки какие-то вишенки ну все это посадили твои предки вот она все росло не требует она ничего ты сидишь у себя приходит какие-то черты раз у тебя все яблоки собрали всю вишню собрали всю смородину собрали пришлите показать вот видишь бумажка вот это наше все мы тут получили квоты лицензии вот на этом месторождении это мы все у сейчас забираем ну ладно забирайте то они позабирались вот забирать больше нечего слышь ты денег там принеси на а какие деньги он должен принести ну ты же нам не помогаешь забирать эти яблоки ты тунеядец ты должен заплатить за все так и здесь поставь все наши предки они эту землю защищали они все это создали приходит какие-то которые все уворовывают вообще под 0 а потом горь слышь ты там тунеядец заплатили имея ввиду что ты имеешь какие-то левые там доходы которые ты от них от благочестивых укрыл аута как относиться к лыковым к другим которые не имеют никаких доходов я массу знаю людей которые сейчас вот у меня товарищ продал квартиру пять лет назад живет на эти деньги но не хочет он работать на этих вот я встречаю постоянно проспект чё делаешь уходи хожу вот гуляю наслаждаюсь жизнью его не заботит какая там пенсии у него будет ничего не заботит его почему же их должно заботить чтобы он что-то за что он должен платить за то что воздухом дышит лыковы за что должны платить это наша земля мы не будем ни за чем платить козлы машина с михаевым горбачевым слав скоротить срок прихода к власти 5 ноября 17 года это долго вы понимаете если ребеночек не дай бог рождается на половине пути не за 10 лунных месяцев а за 5 то вы знаете что из этого получается так и это так и революции и нельзя родить вот чтобы должна быть революционная ситуация это даже без классика так скажем вам можно сказать хоть какая-то революционная ситуация при что сейчас тенденция такая во всем мире что ее можно создать искусственно но у нас нет тех ресурсов я говорю чтобы у меня был тогда когда вы подсчитывали 22 миллиарда долларов да нет вопрос без единого выстрела не путиных не хренутиных никого здесь не был прямо на пинках и в тюрьму и все у нас нет таких и не было таких денег мы как бы другими средствами это можно сделать то же самое но другими средствами на это надо время простить машина с михаевым горбачевым попала в аварию в москве михаил сергеевич опять повезло вообще он в рубашке родился судя по всему он очень живучий вот глядишь и до трибунал доживет этих как ты считаешь доживет до семнадцатого года он дотянет я не знаю ты же мой знаешь мои отношения не считаю в горбачеву что его надо в трибунал тащить нет я не считаю что его надо сажать или еще что то я считаю что а ну как среди не как среди через трибунал он должен пройти это однозначно поэтому мальцев не ругайся матом у меня уши вянут я матом что-то сказал суки не модели не матерное слово суки раз внимательно нет не относится к матерным словам давайте суки не будем говорить больше или будем не вы не знаю как тут эсминец сша вошел у которой черного моря ну казалось бы рядовая новость уже она воспринимается представь себе три года назад такая рядовая новость эсминец сша на борту которого крылатые ядерные ракеты вошел в акваторию черного моря наверное это вызвало бы напряг а сегодня это как здрасте ну вошел один эсминец другой вышел и чет с того вот плохо что мы к всему этому привыкаем это очень плохо потому что когда человек теряет опасения я не хочу сказать страх да и страх происходит самые ужасные вещи траулер дальний восток затонул из-за перегрузки да при этом тут вот официально следственный комитет заявлять о том что скорее всего налетел на айсберг как тот титаник это вот как можно был там налететь на айсберг чтобы мгновенно перевернуться какой должен быть айсберг и какая скорость должна быть у у траулера который занимается ловом у него он тянет этот не вот он там идет я не знаю может два узла от максимум в час я не рыбак не знаю я не думаю что то опять громадную скорость месси какая-нибудь хвостом для ну ну вообще мы уже говорили что для траулеров самое страшное попадание в трал рубки подводные лодки который идет на полном ходу и они идут там встречными или даже не встречными а может быть пересекающимися курсами то есть таких японцев утонуло то очень много их но здесь вроде этого не было но факт то что 50 с лишним человек вот иностранцы которые были на этом траулере это пассажиры забавно до 50 человек пассажир ну понятно что это как бы старбайтер ноги вот ну да они же говорят они выходят отсюда вне комплекте потом убирают там этих самых рыбу рыбу солить фактически плавучие консервный завод ну да ну конечно если это большой морозильный траулер причем вот такой самый большой то есть бмрт а это вот я так понимаю следующий по размерам бмрт уже все делает там все консервы я помню когда мы служили у нас даже такой был вид спорта да то есть по берегу идешь был шторм а это значит траулеров смыла часть груза потому что они делают и грузит на палубу ну и часть обязательно смывает вот идешь смотрят консервные банки раз в ушах а там иногда находили банку который завтрашним числом представляешь на ней стоит завтрашним число даже не не сегодняшние не вчерашние но самый страшный было это мины так называемый банка которую засыпал песком и она лежала полгода на раздулась вот такая идешь никого не трогаешь наступаешь она взрывается и вот до паха все у тебя вот в этой параши причем запах непередаваемый этот запах ну просто вы не его надо ощутить у меня водитель кидал ножички в песок и попал в такую банку и она ему выстрелила в морду это было 15 сентября как сейчас помню писать балтика 15 сентября ну там на плюсами 5 градусов вот он забежал в воду вот так по пояс и умывался вот такие ну в общем то что тут можно сказать видишь тут сейчас бе-200 выпустили самолет во время уже двое суток как пароход утонула небе 200 выпустили искать я думаю там при такой температуры воды но может там болтанка было тоже не может всегда же садится свалет ну да как вообще мешает свалит но я имею ввиду и джамфибия да ну а не обязательно садится он он должен летать там что-то зырить он просто как может же просто летать даже если там 9 бальный шторм ему тучок какая разница семья погибших в охотском море выплатит по миллиону рублей ну да мы знаем то есть это обычная картин такую милостинку раздают то есть вот чего угодно может случиться всегда мы знаем что вовремя путин с медведевым принесут соболезнования ну а потом какие-то местные там принесут милостинку так что то есть они не гарантируют не ограждают от того чтобы что-то не случалось они вот зато вовремя соболезнования всегда они научились это делать лучше всего миллион рублей американский моря который провел два месяца море питаясь сырой рыбы и дождевой водой был подобран немецким танкером 200 милях от побережья северной каролины да такая вот морская тема мужику повезло ну там вода теплая у северный каролина северный каролин только называется водичка более-менее там приличная он поехал на своей на статой посуде не ловить рыбу порыбачить перевернулся и на перевернутой лодке своей пара сидел вот эти два месяца представляешь так вот человеку повезло вот второй ящик черный расшифровали самолета а 320 и вот какие-то новые данные появились ну данные такие что пилот вот этот второй пилот ввел в автопилот приказ на снижение ну и как бы чисто технически выполняется и увеличил скорость снижения то есть там стояла определенная скорость на снижение и и изменил то есть два действия сделал вот эти ну вот вот можно мне конечно ну а как же когда они на посадку идут они же это производит там у них у них стояла как будто посадочный шаблон он его несколько ускорил этот шаблон вот пишут что он лечился у пяти врачей вот если человек психически больной зачем им пять врачей вообще а я не верю не дают так что нибудь доставил бы и выпало не казал бы тихо самое страшное вот не страшное самое парадоксальное что пишут многие особенно вот эти вот как бы ну представители авиакомпании техслужб которые проверяют они рассказывают что он скрывал депрессию вот нужно сказать что если рассматривать что у него депрессия была как результат психического заболевания потому что сама по себе она как бы не бывает заболеванием и она результат чего-то депрессии она же вот то ну ты знаешь от трипер можно скрыть а вот депрессию ну как ты депрессию скроешь практически невозможно не знаю нарисовать румяные щеки ну нет мы понимаешь ситуация какая вот он там скрывал депрессию чтобы его не выгнали да когда у человека в депрессии ему пофигу выгонят его не выгонят уж уж думает от о том как его выгонят как вот кутанин профессор говорил когда спрашивали что такое депрессия не в рамках так сказать психологического состояния и вот того что в народе называется депрессия а вот в рамках психического состояния то есть последствия заболевания какого-то шизофрении мдп там или еще чего-то он говорил что вот как можно понять состояние депрессии это взять человек приговоренному к смерти усилить его состояние в тысячу раз и получишь приблизительно а отдаленно похожее состояние отдаленно похоже понимаешь ну как вот в таком станет человек он думает о работе думает о том как руль наказать как скрыть как скрыть да вот это депрессивным пройти на борту наоборот это бред как вот вообще на самом деле то есть если они депрессии называют но меланхолию но человеку ну хреново ему ну всем хреново ну да ну нет вопросов ну всем хреново как тот помнишь депрессивный робот в этом автостопом по галактике да я просчитал сколько там миллионов путей и все они ведут к смерти нет вопрос так многие размышляют но это же не является болезнью они-то ему вообще его хотят я так понимаю невменяемым признать относительно инкриминируемого преступления так что не знают услуга так из со всех сил натягивает ночью у них там не было врачей но они же он же право проходит если проходит обязательно и хочу сейчас логично надо в тюрьму сажать если если психически больной человек то при элементарных тестах это будет сразу видно никак он это не спрячет никак не дым может быть я приду там дал взятку получил тесты подготовился сдал куда чет ставить но они там у него через день когда он учится там все какие угодно хорошо вот эти действия которые вот этот второй записал до его они могли быть чем-то другим обусловлены кроме как вот этой вещи что он специально поставил авто дает как угодно можно объяснить есть еще варианты кроме наверняка есть понимаешь наверняка есть если просто шел автопилот засбоил и сам грубо говоря пошел не ну там они же необходим физическое приложение это считывают они считывают это физическое приложение глава спч рассказал продолжение надежды савченко неполной голодовки да я в общем-то рад что надежда в какой-то мере отказалась от полной голодовки то есть не понимает зачем вообще и ну да то воду вспоминать тогда как конечно вот фотки ты не поставил там вообще не было фото остался скелет от нее ну вот я что могу сказать вот она рассчитывает на справедливость российского суда я конечно на эту справедливость не рассчитываю потому что я знаю что такое российский суд вот хотел бы я знаю что смотрят наш нас люди которые даже являются родственниками председателя верховного суда российской федерации это я знаю точно я поэтому судим хочу сказать вот я знаю что передадут по крайней мере вот тем судим который судит савченко вот эта власть она максимум может уволить вас с работы больше она ничего не с вами не сделает вы понимаете вы живете во времени у вас как бы физический ваш конец наступит не завтра и наступит он не при этой власти поверьте вы перешагнуть и этот край и это будет вот эта власть это будет некоторая небольшая часть вашей жизни то есть дальше тоже еще очень много времени остается представляете вот эта власть я повторюсь она вас удалит только с работы что она может сделать представьте что с вами сделать будущее власть если вы поступите не по совести не по чести если вы есть не знаете что делал делаете по закону вы же учились знаете эту формулировку вот сейчас вы не знаете что делать делайте по закону я вас прошу потом придется с вами поступать по закону будет это очень болезненно поймите поверьте шестерка признала за ираном право на обогащение урана в общем-то предсказуемо мы с тобой об этом говорили больше года назад да ну сейчас что наступает наступает постепенное такое открытие ворот такой значит открывается вот иран был закрыт теперь он распахивает двери при становится полноценным участником всех мировых процессов до этого на него всякие распространялись санкции эмбарго чего только не было сейчас их пока не отменили но будут постепенно отменять я думаю постепенно отменят все и в общем то кому выгоден иран такой мощный и в экономическом плане как это не парадоксально соединенным штатов то есть обам действует абсолютно кому не выгоден совершенно иран нормальной россии но представь под боком сидит такая фигня который дыбы может гипотетически добыть нефти гораздо больше чем россия а еще может добыть столько же газа можете представить ну с точки зрения вот полезных ископаемых все в порядке да ну и как бы не совсем дружественное то есть конечно путинцы хотят показать что иран абсолютно им дружественные это не так поэтому конечно вот барак обама сделал ну вот он доволен сделкой с ираном и анонсирует ослабление санкций он сказал что сделка по ядерной программе отрежет ирану все пути к ядерному оружию конечно неправда конечно не отрежет но если у людей есть производство ядерное ну конечно они у теоретически и практически могут сделать ядерную бомбу я уверен что у них все нормально главное количество материала то есть у них будет количество для того чтобы производить электроэнергию хотя непонятно зачем в иране электроэнергии производимые при помощи а ядерной энергетики хотя можно пробить дырку поставить газовую котельню огромных размеров да есть солнышко и так далее ну то есть от каменный век поэтому ну пусть они занимаются если хотят в общем-то так что лишь барак обама с ираном начал решать вопросы очень серьезно причем они же его посылали подальше а он то начал им звонить и разговаривать помощь мы говорили об этом что он будет настойчиво продолжать это делать да он в эту проблему ну если не сказать решил но почти уже решил и к концу срока решит сто процентов он решил проблему кубы мы говорили ну тоже не совсем но совсем решит и я думаю он решит палестинскую проблему все вот он то есть все вот эти вещи которые он загибал пальчики он наверное их сейчас разгибает уже вот так 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 и последний который пальчик загнулся при нем это путин и россия и это очень серьезный вопрос даже не идил а в шестнадцатом году срок до 8 до 8 ноября президентские выборы по конституции они первый вторник после первого понедельника в ноябре вот значит 8 ноября 16 года выборы вот путин разогнет он этот палец до выборов или не разогнет вот интересно решит он этот вопрос или не решит вот тут столтенберг приветствовал договоренность по иранской ядерной программе что можно сказать я вот тут для себя написал это лапка песца который открадывается незаметно имея ввиду к путину решение вот этой ядерной программы вот магири и не рассказал где иран будет обогащать урану в одной только один объект который будет контролироваться магатэ и будет там уран обогащаться как это вообще на цен на нефть то повлияет но как если санкции будут сняты то естественно иран как полна мощный так сказать и полноправный участник опек будет вываливать свои там четыре с половиной миллиона баррелей в день на рынок насколько я понимаю потребляет он только миллион там с небольшим плюс он конечно увеличит добычу естественно ну и так далее плюс газ он начнет использовать плюс туда залезут все возможные невозможные бридж петроли ушел и эксоны и так далее для того чтобы сделать там свои заводы для того чтобы получать дешевую и качественную иранскую нефть за счет своих клуб ты сам понимаешь то есть за одно дело там где где будет бешеная себестоимость другое дело здесь где она будет гораздо меньше поэтому очень легко предсказать как это повлияет на нефть цену на нефть не поднимутся и когда говорят что 200 будет до долларов за баррель но с ираном уж точно не будет уж точно хорошо если 60 удержится до москва предлагает снять оружейное эмбарго с ираном я что сейчас решили что хоть это оружие продать потому что помнишь тогда по этим зенитно-ракетным комплексом трехсотом там что-то была какая-то непонятка связаны с санкциями против ирана и путин сдрефил сотрудничать а сейчас они хотят вот ну помимо путина там еще огромное количество всяких различных структур захочет сотрудничать и туда продавать оружие в иран ну немцы хотят да надо сказать что вот сейчас будет конечно борьба за будущее вот эти доходы нефтяные иранские и я говорю понятно что путинцы хотят получать эти будущие доходы в виде нефти могут в виде чего угодно лишь бы только за оружие что-то получить ну или за что-то потому что ну совсем очень плохо становится я хочу напомнить что даже при санкциях мало кто понимает что происходит даже при санкциях и давлении так называемой мировой общественности по ввп иран занимал 18 место а это немало это очень немало представляешь что будет с ираном без всяких санкций то есть очень легко предсказать что ввп ирана будет больше ввп россии вообще никаких сомнений россии установил в марте очередной постсоветский рекорд производства нефти 10 целых семьдесят одна сотой миллиона баррелей в сутки ну естественно как бы цена падает объемы будут расти ну чтобы компенсировать необходимо именно такое количество денег и и уж нисколько не меньше поэтому тут в общем то это будет продолжение согласно прогнозам муниципалитета нью-йорка ввп этого крупнейшего города сша с учетом пригородов пятнадцатом году превысит 1 триллион долларов да видишь как то есть ввп больше будет в нью-йорке чем в россии замечательно да город нью-йорк создать ввп больше российского то есть если россия была на шестом месте ну в связи с ценами на нефть ну и с тем что на самом деле запад стимулировал российскую экономику говорить откровенно вот за счет может быть какой-то особой работы путина я согласен то есть туда возили чемоданами наверное чтобы там подписывали договора то есть коррупционная составляющая была по полной программе нами это одно из немногих государств по крайней мере такого уровня который при помощи коррупции внешне экономические вопросы решал такого наверно больше нигде нет вот и но это конечно бюджет ввп россии это был мыльный пузырь и он должен был лопнуть ну потому что вот я для себя прям записал прочитаю надо быть дураком чтобы оставить от экономики россии только сырьевую часть надо быть супер дураком чтобы царь его часть сделать полностью зависящий от запада но надо быть путиным чтобы после всего этого устроить такую конфронтацию с западом но это же действительно дебилизм то есть сад с одной стороны все разрушил оставил только одни качки потом значит полностью эти качки перевел чтобы они только туда все качали и никаких больше нигде интерес а потом разосрался с ними и и чё ты получил ну вот я повторяю россия была на шестом месте ввп был в тринадцатом году 3 миллиарда 3 триллиона 492 миллиарда сейчас по прогнозам их прогнозы шуваловский отнимая прогнозы меньше триллиона долларов будет меньше триллиона то есть на каком месте будет россии вот где-то между польшей египтом аргентины причем аргентины я думаю еще вот у них 928 у них будет еще больше ввп то есть вот на этом месте то есть иран сейчас вот настоящий момент иран имеет ввп больше чем у россии будет в пятнадцатом причем при санкциях при все можете представить то есть какую попу загнали и вот еще такую ремарку я написал никто не позволит чтобы государство и имеющие экономику польши египта аргентина или пакистана что-то диктовала миру или хотя бы претендовала на роль равного партнера в решении глобальных проблем понимаешь вот так стоит вопрос то есть когда они год мы тут главные главный ты потому что у тебя водородная бомба есть и все и не более того экономики у тебя нет если сейчас будет в ближайшее время создана оружие она будет создана который будет нивелировать твою водородную бомбу все ты можешь и все в попу засунуть от водородной бомбы там подорвать а вот аналитик из бомберга леонид берширский высказал свое мнение о том что экономическая команда путина творит чудеса туда это конечно очень сейчас модные такие разговоры о том что вот мы рассчитывали что экономика тут россии взорвется ляжет и так далее она не взорвалась не легла но я говорю еще никто не долетел еще все это продолжать пока еще есть запас маной алиса силуанова да да но естественно тут а как же такие такие замечательные ребята всякие силуанова которые сами не знают что творят не ведут то есть в начале делают одно потом отменяют это делают другой и так далее ну пока вот так везет что можно чем блумбергу посоветую дождаться семнадцатого года блумбергу уволить на хрена этого аналитика нет зачем но плохой аналитик ну конечно но это я так понимаю них аналитика то они взяли информацию блумбергу посоветуем семнадцатого года дождаться ну и и получше разбираться в аналитиках да да вот тут пишут про польшу что у польши экономика лучше я не про экономику говорю господа я говорю про ввп про экономику вообще никакого сравнения нет я бы даже сравнивать не стал я говорю про ввп за счет того что есть газ нефть и так далее у россии ввп высокий но за счет того что цена упала все это пузырь и сдулся никто же не спорит шувалов рассказал о структурных реформах да вот я при атак что у тех мы говорили об этом что ни в коем случае нельзя останавливать реформы потому что если ты остановил реформу то спросит а что как володин любит выражаться в сухом остатке но это он откуда такую фразу из москвы вытащил еще в 90-е годы вот спросит но результат какой результата нет а поэтому когда вы подождите результатом мы же еще не до реформировали реформирование реформ вот когда мы до реформируем реформирование реформ мы вам скажем 50-му году вы увидите да да вы увидите даже 50-му наверно к 7 может быть к 70-му году 21 столетия но все не слышно наши даки будут жить при кому при коммунизме тоже то же самое они говорят только те хоть не воровали воруют при этом когда нам говорят про внуков понимаешь их внуки уже живут при коммунизме так что вот он шувалов заявил что мораторий на ухудшение необходим такой вот такой метод такой что надо надо все улучшать я бы хотел посмотреть как как и чем они будут улучшать улучшать и про инвесии опять заветные слова все говорили про инвесторов сейчас они вот откуда-то вынырнут эти инвесторы они сейчас там где-то сидят как партизан как боевые пловцы под водой сейчас они вынырнут и начнут инвестировать про долларских американцев я говорит слышал в 94 году в болгарии да вот очень они все ждали так и не дождались вот сейчас уже 21 год прошел они все решили дали все-таки самим что-то делать и вот инвестировать конечно будут но только в войну а в экономику россии никто инвестировать не будет а в войну будут инвестировать очень много это нужно понимать потому что это тоже инвестиции которые отбиваются очень неплохо участок начнется мы сейчас это увидим барак трещит микрофон на шее опять пишут я его развернул нормально так чтобы он не трещал а вот так центробанк народу данной росте золот валютных резервов почти на 8 миллиардов долларов но лишь такой димаш они продавали теперь вот купили на 8 миллиардов мы говорили а для чего это делается но для того чтобы тенденция не просматривалась понимаешь то есть каждую ребят вы с августа месяца не дуром каждый раз продаете там миллиард за миллиардом они годы нет не каждый раз вот видите мы 8 купили ну нет же тенденции правильно ну в общем то значит идет улучшение экономики а на самом деле что происходит ну мы же видим что сейчас некое затишье на фоне того что как бы стабильные какие-то нефтяные дела все говорю напряглись с ближним востоком как бы все мысли уже ушли туда ну и самое главное они здесь внутри экономики нашей очень здорово приезжали рубль они максимально изымают рубль для того чтобы люди которые накупили всю эту валюту они внесли ее меняли то есть многие все поменяли деньги уже говорил на валюту но отжить как над за валюту хлебушка не купишь вот ходит меняем то есть какой бы курс не было они будут менять это безусловно сейчас посмотрим что долго они так все равно не простоят деньги то нужны придется все равно включать станок и раздавать бабки используем средства резервного фонда на покрытие дефицита бюджета не разгонит инфляцию россии у цб достаточных инструментов для стерилизации денежной массы заявил первый зам пред цб ксения юдаева ну да но не стерилизации это не так которые говорят что куплю доллары не этот другой говорил другая говорила вот пишут специалисты должен доллар сейчас должен стоить сто восемнадцать рублей стоит сто пятьдесят девять я с ними здесь абсолютно согласен почему потому что ну исходить из цены на нефть нужно когда смотришь стоимость рубля реально конечно центробанк денежную массу уменьшил но говорим это не будет продолжаться вечно то есть когда это случится в июле в августе но в августе на не случится хотя бы по причине того что это уже один раз в августе случалось я думаю это случится чуть раньше потому что ждать все будут в августе а как правило случается раньше чем ждут то есть случится скорее всего в июле все обрушение но она же будет сто процентов за первые два месяца 15 года заемщики взяли всего 14 валютных кредитов по ипотеке что в десять раз меньше чем за аналогичный период четырнадцатого года ну да и про ипотеке просрочили 50 миллиардов рублей в общем то это не катастрофическая сумма но для вот одного направления кредитования ипотечным конечно очень серьезно сейчас идет тут возня некоторая с законом а не полной компенсации вкладов и об оба отмене компенсации то есть есть такой закон будет принят вот некоторые пишут люди начнут вклады забирать никто ничего не будет забирать но может быть там несколько десятков человек придет и заберет люди привыкли почему то есть у нас есть все-таки доверие к банкам хотя непонятно на чем она основана для меня это загадка цв выпустит вращение новых купюры номиналом 2000 рублей ну выпустит не выпустит может и не выпустит но может сейчас вроде вот фотографии есть что эти деньги напечатаны и что это это вот у меня фотки этой нету куда-то она делась город который под нижним новгородом балахна до балахна что будет изображена на двухтысячных балахна но скорее я думаю сейчас интереснее выпускать не пяти и не двухтысячный а десятитысячные купюры то есть время в общем-то подходит к выпуску десятитысячных слова димуру тупо цитирует я димуру честно говоря не смотрю это эти иногда смотрят я вообще никого не смотрю помнить как у чехова да когда он про айвазовского и готовы пушки нарисовали он ведь того камеры юнкера но приколоться нами айвазовский решил он же великий русский поэтому где я не читал я вообще нет ничего ничего не читаю мне на все свое личное мнение вот так у меня я вот эти может подтвердить я не слушаю никого для чего мне засорять свой мозг я понимаю что у димура очень классный аналитик но у него свое мнение на все у меня свое я не слуха если ваш мнение совпадает значит просто говорит о том что правило поэтому вот это знает он не будет вот там кто-то что-то там сказал я от него это узнаю я только новости мониторю у меня на ни на что больше нет времени когда вы мне присылаете какую-то фигню и там пятьдесят пять минут мальцев посмотри пожалуйста вот это очень важно то извините заранее он говорю я смотреть это не буду меня нет на это время сидеть и 55 минуту посмотреть куда-то нет я не успею тогда сделать главная мониторю все новости на на всех возможных языках и мне еще надо работать мне еще надо как-то семью кормить так далее понимаете у меня совсем вот я говорю я очень хорошо отношусь димури очень уважительно но я вам честно скажу димуру я слышал один только раз вот перед тем как у нас был эфир и второй раз только в эфире то недолго вот пишет что граждане набирают по 45 кредитов с целью кинуть банк думаю что в дальнейшем их ждет спокойная безоблачная жизнь ну да ну сейчас мы может просто граждане ждут когда сменится власти все до граждан сейчас на самом деле пофигу они они все чего-то ждут все граждане обратим внимание чего-то ждут потому что все понимают что так продолжаться долго не может вот пишет о слову его в премьер-министр и себе прочил и сейчас я считаю что димура очень хорошим в экономике что такого чем пример по моему центробанком прочее или нет говорили именно про центробанк и да все же связано с финансами поэтому компания exxon мобайл обратил стокгольмский арбитражный суд с иском которым требует от россии возместить переплаченные налоги в рамках проекта сахалин один ну да тут час как как я представляю когда это сказали определенным товарищем они скажут ну началось то есть раньше там ну платили какие-то налоги что-то проходил что-то если кто-то переплатил или не так заплатил потом зачтем это так давайте быстрее давайте чем работать да а сейчас не сейчас каждую копеечку будут пытаться выдрать вообще и руками и зубами и когтями поэтому посмотрим что из этого это это не последний кто обратился с таким претензиям причем я думаю внутри россии еще очень много найдется кто сейчас заявит о том что заплатил лишние налоги и так далее верните мне ндс ну и многое другое комиссия совет федерации направить запрос в компетентные органы для проверки информации о возможном владении офшорами сенатора вячеслава фетисова на кипре ты пропустил еще главную новость в газпроме была создана новая должность заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов возглавил возглавил николай патрушев сынок патрушева то есть вот тот дим патрушев который другой его сынок они отжали помнишь рост сельхозбанк под него у меня нет ну ну ничего а вот здесь но это свежая на ток проживает новость да вот андрей патрушев теперь вот он возглавляет шельфы в газ не промнефти а до этого возглавлял в рост нефти всякую фигню усечена а вообще он очень так сказать как это кгбшник с высшим образованием то есть при папе работал там закончил все эти кгбшные структуры при папе работал и вот один проявил очень много так сказать талантов рост сельхозбанке а этот вот в нефти проявляет таланты по поводу фетиса в одну что за фетиса вот тут все взялись и навальный даже про него написал что как это даже с него и началось даже он же первый опубликовал данные о его кипрских офшорах я в общем-то несколько другим свете как не важно не 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 давай разберем а чё ну действительно откуда первичная информация пошла нет навальный вот опубликовал кипрский офшор и после пошел скандал или где-то раньше это было внизу информацию я потому что они же ссылаются на навального весь совет федерации все ссылаются именно на эти лучше хорошо я не против того что я как бы в данном случае считаю что очень хорошо путь путь первенство будет у навального никаких вопросов завтра стучу бороться вот фетис я так понимаю что заявил и мы об этом говорили и матвиенко заявил что его подвели эти подельники до поделить так что до соратники он им там сказал надо перевести они не перевели вот теперь переводят вот навальный утверждает что переводит на папу фетисова не просто то есть пытается ускользнуть и были соратники до хвост прищемили и сразу начинает юлить да вот тут у я выскочил что-то опять микрофон пишет выскакивает наверно это из-за вот этого в прошлый раз с этим свитером даже то же самое я поворачиваю это не вот наружу вот так ну да но хорошо не в смысле наверх просто наверх нет он требуется дается вот и что можно сказать вот сейчас ну хорошо хочу фетис его наверняка постараются не трогать да ну потому что вроде как какой заслуженный то сейчас они будут всеми силами его пытаться отмазать но это очень хорошо по двум причинам с одной стороны в общем-то скандал вокруг так скажем коррупционной деятельности власть имущих он всегда нам выгоден чем хуже тем лучше а с другой стороны на западе понимаешь то есть там есть представление такое о том что вот здесь есть некие жулики воры а есть такие приличные люди ну такие как фетисов недели раяк да там какие-то там певцы там музыка так далее да так вот они тоже должны знать что нет этого нет таких нет таких они должны знать они плевали на законных и по демонстративно это делает и все то есть если конечно он вышел там сказал ну там вот ну зафар смачивался извините и так далее не доглядел не доглядел спокойненько там написал заяву и ушел то тогда конечно западный мир он бы они привыкли как бы они нормально вас ну да вот он там приличный человек что-то там какой-то косяк допустил там миссии небольшой небольшой данного из правил ради торжества закон да он ушел а здесь я думаю постараются как-то вывернуться хотя варианты для для них для них конечно был бы очень выгодно его катапультировать ну да по крайней мере бы это как-то а сейчас для нас гора конечно был бы выгоднее чтобы они его не катапультировали да поэтому посмотрим как они у них мозги есть или нет чего сейчас они сказали что два месяца займет проверка ну значит ему сказали как бы другим текстом два месяца лет почистить хвосты да грубо сейчас будут провернет ну в любом случае любая проверка это вариант заболтать все а мне нравится вот в этой ситуации как раз это вот открытость информационного мира они побежали туда тайно на папу переоформлять раз люди достали там ну все все же открыто и это самое а мы видим мы вас видим до услуги онлайн как вы тут переоформляете да как один наш товарищ помнишь когда к нему налоговая пришла в 90-е годы и это у вас бухгалтерские документы где они как они у нас всего-то в компьютере они говорят ну давайте будем проверять это у нас на бумажных носителях нет ну посадили люди проверяют вот тут неправильно и из-за этого вас оштрафуем разбит у него на глазах отменяется пугать как а там подключен по сети по локальной все чего они замечания какие делают тут же тут же изменяется у них на глаза они сидели неделю развернулись и ушли товарищ твой бывший так чудил дима его звали ну зовут слава богу директор михайловского театра теперь владимир кехман сделал заявление связи с прошедшими вчера обысками да он сказал что на нее давит невозможно не за тангейзера не да не за тангейзера что на него давит греф и что хотят с него деньги хотят с него греф греф хотят с него но смысл какой как я понял то есть у него были какие-то фирмы которые взяли в сбере какую-то бешеную сумму там какой-то немыслимое количество миллиардов а потом вдруг эти фирмы куза хотели купить какие-то иностранцы а денежки тю тю и он не при делах вот представляешь вот этот вот кредит лед не при делах он бы даяк чуть какие тут иностранцы там купили замечательно то есть вот почему-то когда это касается каких-то простых людей да и тут а они украсть хотели когда это вот кехмана касается он не при делах потому что какие-то иностранцы купили фирму с долгами захотели иметь долги но еще забавная ситуация но я могу сказать что если будет вот показатели вот таких если бы он не полез в этот тангейзер никто бы его не тронул вот этот бодяга шла много лет как только он туда влез сразу же открылась дверь в преисподнюю то есть куча все как как у шекспира да в этом в буре до от опустел все все демоны сюда слетелись вот так и здесь рад и все демоны на этого кехмана накинулись и начали его грызть но так мир устроен информационный он сам засветился не надо было ему сделать в чете на сотом году жизни покончил с собой ветеран великой отечественной войны бывший футболист команды локомотив юрий келяк так а ты просим именно что-то не сказал про кого про семина про бильярдера так а где это ну что наверно у тебя тоже выпало но совет директоров этот ну вот этого адмирала владелец все мин миллиардер который он свалил из казани и объявлен в розыск ну вот помнишь я ел для себя написал такое сильно не разбираюсь в этих миллиардерах но мы сказали что если собственник из ближнего круга путина то посадить арендатора а если не из ближнего круга то под пресс пустят собственника в расчете выдавить побольше бабла вот так оно и получается то есть я так понимаю что этот сквозану ну и мы наверно сказали беги мы тебя сейчас будем ловить ну для чего для того чтобы он убежал у нее 400 объектов арестовали уже понимаешь и теперь будут делить его его имущество этого семина или скажет приезжай сюда вы тебя тут как фетисова не того фетисова миллиардера посадим в тюрьма будешь сидеть там так сказали точите на сотом году жизни покончил с собой ветеран великой отечественной войны юрий келяк бывший футболист команда локомотив ну да вот удивительно в этом же возрасте если ты помнишь мы рассказывали о том что пенсионеры в израиле устроили оргию в доме престарелых группам у куда их там пытаются наказать а здесь человек на сутом году покончил с собой потому что устал жить потому что все ему надоело как вот пишут что вот он сказать об этом сообщил ну во всех большинстве так скажем стран мира люди такого возраста они находятся вот постоянным вниманием чему люди во многих странах особенно там где какие-то мусульманские законы живут долго вот эти старики ну потому что не приходит у них спрашивают четко него обращаются они нужны и нужны их советы нужно их участие они почтением каким-то пользуются здесь что я думаю что после того как такого старика не пустят на красную площадь в этом 9 мая может еще такой произойти может же ты может в омске строители снесли дом не даже не дождавшись выселения жильцов спрашивают слова слабо слабо на дебатах пригласить кого-нибудь из ватных взглядов а мы же этого приглашали который отключился от skype какого делягин делягина взял смотрите взял сказа по эту про меня стал что пожаловал мне то что чтобы моя семья да как он сказал что ваша семья там была уничтожена да как чем сказал ты уж не помню ночью там что у вас убили там да 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 ну в общем пожелал он мне всего такого нехорошего и отключился от skype а так что если есть над таких приглашать то то кому мне например не надо что же вы думаете вот написали слабо вы думаете что там какой делягин своей риторикой сможет что-то изменить что в моей голове или как-то как-то такой оратор бенный что он может может тут как вот всех период и для переагитировать так он ушел из того что ему сразу в чате на вода да да в чате такого по написал а он взялся удар держать не умеет видимо обиделся обиделся в омске строители снесли дом не дождавшись выселения жильцов да с бабушкой причем в доме семья там проживала все и все их имущество вытащили на улицу ну короче она в негодность пришла обычная картина то есть люди требуют чтобы люди выселились потому что кому-то здесь нужно построить небоскреб а людям хотят дать халупу то есть они из халупа должны в халупу переселиться удивительно ну понятно что эти девелоперы так называемые строители обычная картина ну они должны радоваться конечно если по нашим вот меркам саратским что их не сожгли здесь бабушку на бабушку вылили беду ведро бензин и подожгли мы помним и замечательные люди которые сейчас прекрасно себя чувствует так что в саратове появился 46-летний телефонный террорист обещавший устроить массовый расстрел триумф моле это у нас такой торговый до 3 но который на его месте был раньше маслозавод который памятник историк культурного наследия его снесли построили вот этот триумф мол за это его хотели взорвать из-за этого хотели какой-то кредель по пьяни я так понимаю позвонил сказал что сейчас мы приехали где ты за рано сейчас приедем тут всех постреляем ну в общем очень быстро вычислили сказали что он причинил жуткий ущерб потому что там готовились ловить иранских террористов я буду нам звонил ну куда в это вот телефон службы спасения а 112 и ты думаешь там тот жопу оторвал извиняюсь за выражение вообще никто не пошевелил сказали они по телефону вычислили все вот проблем еще так переживать какие-то иранские террористы приедут даже даже я думаю никто не шевельнулся 21 апреля будет отмечаться рады не ци день особого упоминания усопших до родительской ну вот 21 апреля теперь выходной день и представьте у нас есть государственные праздники у нас есть народные праздники ставшие государственными но это новый год да у нас есть региональные праздники вот здесь вот объявили как какое-то количество региональных праздников есть конфессиональные праздники вот радовец вот там есть какие-то мусульмане у них выходной будет в радовец иудеев интер это зачем они гост поработали лучше и так далее есть какие-то постоянные общее обязательные праздники зачем то есть людей стабильно отучают работать стабильно то есть вот как какой-то любое событие отраслевое событие вот возьми 23 февраля но отраслевой праздник был день советской армии и воин морского флота никогда праздником не ну в смысле выходным днем не был до праздник никогда не был выходным днем растут эти пришли все праздник и не один день аж пару и так дает что угодно возьми они из любого отраслевого праздника сделали всенародный и гуляют его по нескольку дней а если на него приходится выходной день так они дают среди недели нафига ну ты посмотри у нас половина дней календаря получается красных то есть половину полгода люди у нас празднуют не пойми чего тут вообще скоро никто работать не будет все 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 праздную это может так и надо нет я понимаю что так и на одну тогда вы систему создать как не бывает что с одной стороны вот ты говоришь гражданин ты не хочешь работать принеси мне там 240 долларов до с другой стороны на тебе праздник 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 так не бывает ну чё мы как никак сказать празднуем празднуем все больше будет красных дней календаря да ну будем праздновать черные дни календаря когда вы когда за работу самый да да завтра мне не за главный праздник ты готов через месяц на работу да там это да как то в анекдоте помнишь про жену то такую у которой не соленизм был помнишь когда мужа чё опять на работу работу на работу так и здесь будут радоваться комитета он по правам человека представил рекомендации по поводу ситуации в россии ну вот ты знаешь удивительные ребята там вон сидят как в том помнишь в этом опасный поворот по прислик шутники у вас на радио сидят вот эксперты одобрили изменения вынесенные в российское законодательство в частности по обеспечению прав инвалидов и детей а также упрощение условий регистрации политических партий вот те кто представляет политические партии они наверно похохотались особенно те которые получили возможность каждый там месяц сдавать вот такие отчеты платить какие-то бешеные налоги не пойми за чё и и какие-то страшные штрафы то есть это условия созданы великолепные особенно для партии навального которая получила решение суда о том что в шестнадцатом году шестнадцатого года еще нет не может участвовать в выборах это охренеть можно это какие же вот я говорю в он просто сидя чем мы посоветуем комитету он по правам человека самораспустить забыть есть есть вещь который да они написаны на бумаге но таковыми не являются потому что являются имитацией и вот в оон комитете конечно нужно обратить на это внимание не на то что там написано на заборе и ста там дрова лежат вот они так и должны из этого исходить по ооном команды кто им деньги дает странно же да ну вот не давать в основном сша конечно не давай сам везде основной основной финансист вот еще с сша чтобы сказали что вот таких писулик не писали да за за деньги условно говоря это самое о да еще наверное ездили куда-то конечно нет ну а ничего никуда ездили может они ездили ну там водки попить а так то они взяли все с компьютера посмотрели вот какие законы приняты а какой а какой избирательное законодательство здесь да это вообще обрадуешься да такой замечательный но вы придите на любой избирательный участок и посмотрите в на очередь из ста этих карусельщиков и все сразу ясно тут одно дело на бумаге а другой в жизни белоруссия никогда не станет частью россии заявил александр лукашенко в интервью блумберг ты не шарил интервью нет очень хорошая тут вот я тезис и некоторые записал мы не будем северо-западным краем россии он сказал причем он заявил что если нападут будет защищаться от всех от американцев от европейцев от россиян и так далее но при этом заявил что путин конечно нападать не хочет ему нафиг ничего не нужно но и так далее то есть вот это вот такая двойственность вот эти вброса дали сюда шин вот это до маневрирование значит такой вот эквилибрист так как самый такой простой фокус на это вот доска и круглый такой чербачок расположил и вывод было балансировать вот это абсолютно этот интервью лукашенко но очень интересно было посмотреть он заявил что путин не хочет империи я с ним абсолютно согласен вот лукашенко правду сказал путин не хочет империи и все эти вещи это не для того чтобы создать российскую империю и те вот так скажем националисты которые веры и правда ему служат в расчете думаю что он там что-то хочет и такой нет нет этого нет и не будет вот он заявил что его обвиняли в том что он угрожает не путина лукашенко европе он сказал что но для этого надо иметь возможности то есть у нее нет таких возможностей кроме всего прочего сказал что у территории белоруссии гораздо больше чем нужно для белорусского народа поэтому нам будет свою территорию так сказать обиходить да вот потом он заявил что его считали диктатором пока крым наш не случился очень тонко он так подвел так ну вот меня диктатор а меня то диктатор считали вот так вот эти люди опрещали сказал фразу гениальную слава богу выходим на нормальное сотрудничество с сша до про единую валюту сказал который будет вот этот алтын сказал что все фигня что разговор был такой что давайте поговорим о единой валюте мол все сказали нафиг но путин спросила можно об этом эксперты будут говорить ну говорите и тут и он сказал это раздувается с подачи российских специалистов нужно но газать какой путин им имперском мыслящий товарищ нет мы так значит непонятно то есть он нам подтвердил все вещи да вот я почему я хотел сказать то есть то о чем мы говорили лукашенко подтвердил насчет империализма путина насчет валюты насчет всех этих вещей насчет так сказать подачи такой вот в сторону сша мяча так сказать туда на на их часть поля и смотрят что они там так что вот еще мы не сказали про обаму наверное то что с лукашенко он вопросы должен до конца своего срока все решить я имею ввиду не снят лукашенко как бы развязать вот этот узел потому чтобы были напряги чтобы никаких напрягов него одна часть напряг как это не парадоксально сами собой упали а знаешь какие ну санкции в отношении белоруссии за ирана ну да да из-за ирана были у белоруссии санкции потому что белоруссии игнорировала а теперь все и санкции сиран снимают и как бы и никаких вопросов нет а само собой отваливается гипс снимают клиент уезжает до президент эстонии томас хендрикс ильвес помнишь тогда скандал был что его фамилию ты не не на как его на называли все по имени да да так вот томас хендрик ильвес дал интервью изданию делфи лв вот он в частности про россию много говорил но он говорит что запад иначе немножко смотрят на эстонию в связи с большим количеством русских проживающих там и вот он приводил привел пример того что приезжают в различные города эстонии где проживает много русских приезжать корреспонденты га ну вы когда там в россию пойдете ну и г-то чуть не матом ведут тут затрахали уже все ездите и спрашиваете мы не хотим туда и он на приводит примеру вот вот в донбассе шахтер получает 150 200 евро в месяц а в эстонии тысячу пятьсот две тысячи но не хочет эстонский шахтер русской национальности в днр но не хочет он в днр и правильно делать надо быть идиотом чтобы сказать ну тут вот давайте сделаем днр и будем последний бессольда и дать и воевать и убивать дроны лнр и нр наверно да так что в латвии задумались о защите своего интернет пространства ну тоже вот ты знаешь это вот последний выдох гражданин господина п.ж да вот в виду государства да да государство пытается что-то там контролировать каких-то блогеров от ряда грамм тени распространение информации да 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 как средств логера да ну как у нас да ну прежде вот государство хотя это не живое существо но по сути она обладает своим как гарри информационным таким полем который соответствует живым существам да то есть вот она это самое государство но часто принимает низкие решения которые свойственны живым организмом но это пусть научный мир разбирать я что хочу сказать я хочу сказать что государство инстинктивно чувствует что интернет это его могильщик естественно пытается защититься это не борьба государства с интернетом государство не поборет интернет когда вот государство прекратите смешно как может государство вонючие побороть интернет то есть ту единственную прогрессивную часть которая родилась впервые за несколько тысяч лет все остальное это так это ерунда даже колесо ерунда интернет это единственная часть прогресса такая вот невероятно даже полет в космос это не интернет потому что это в рамках информации то есть информация ее способ фиксации передачи восприятие стал абсолютно другим с появлением интернета не телевизор не что именно интернет именно возможность работать огромной массе именно появление фактически никого такого вот симбиоза искусственного разума и общечеловеческого разума это стал симбиоз это надо понимать это совсем другое государство он съест причем ничего не оставить потрохов даже не оставить и государство вынуждено защищаться и поэтому это последние выдохи такие вот эти пертки мы будем слышать там со всех сторон ты посмотришь еще в австралии скажут что надо там бороться с интернетом потому что ну как же ну как государство все как она приходит конечно захотят как-то вот его поставить в стойло а не поставишь вы даже даже по какой причине не поставишь вот представьте себе мы говорили сегодня ввп вот недалек тот час когда ввп интернета будет гораздо больше совокупного ввп государств но уже издавляю то есть вот в интернет и ввп будет да вы скажете что это нечто нематериальные так далее это не имеет значения в настоящий момент абсолютно никакого известный интернет аналитик лоренс александр провел расследование пришел к выводу что в твиттер то существует около 20 тысяч аккаунтов которые вероятно является кремлевскими ботами да ну то есть это я так понимаю заявляет о том что около трех тысяч 2090 группа такая человек работает кремлевцев которые я так понимаю за денежки и занимал и туда вешают всякую фигню то есть почти видишь 3000 человек профессионалов которые срут профессионально да удивительно ну вот то что говорил 75 процентов всех затрат на рекламу соцсетях за 14 год приходились на фейсбук да ну конечно я говорю пока рассматриваются затраты пока пока вообще деньги которые бегают в интернете это в основном реклама на реклама объективной реальности но это же недолго это совсем недолго то есть когда человечество научиться творить в интернете кроме постов тролли вских серьезные вещи когда это будет взаимодействие имею я говорю именно тот симбиоз информационного мира и человеческого мира да тот тот симбиоз вот этих киберсистем и человеческого разума ни одного ни одних мозгов а мозгов человечества тогда конечно будет совсем другое это любая задача будет решаться в долю секунды она будет она даже вбрасываться не будет успевать она будет уже решена это будет с запасом то есть ты еще тот подумал поставить этот вопрос а он уже оказывается решен понимаете поставок будет или же трансформироваться теледебаты не выявили лидеры на выборах в парламент великобритании да там 7 то самое представителей был вот 7 представителей включая премьера и вот проводили телев дебаты и они почему-то там никого нигде не выявили да но на самом деле они не должны никого выявлять должны быть телев дебаты и это каменный век вообще сами телев дебаты нет каменный век да а у нас даже этого нет когда говорю да у оновские всякие представители о том о правах человека какие права человека когда даже не могут посмотреть кто идет у нас просто представлять лидеры народа да вот этот пути ну хоть раз вышел с кем-нибудь на дебаты ни разу ну не когда никогда потому что он сыт любой кто выйдет на дебаты и будет заряжен не то чтобы ему жопу лизать а реально на дебаты будет заряжен даже пусть это будет какой-то жириновский который там служит за бабки там и так далее все равно он что-то скажет такое что жириновский скажет он не сможет да вот я говорю обязательно то есть там ради красного словца не не пожалеете отца уж путин это разорвет в клочья поэтому конечно боится он не может это сделать он он может конечно выйти в записях каких-то и так далее он может выйти там перед журналистами заангажированными а вот так он может прищуриться и с хитрым видом сказать какую-нибудь глупости вот это он может почему люди воспринимают ее за умность непонятно портал бизнес insider создал список из 15 опасностей с которыми столкнет человечество в 2050 году а в три тысячи пятидесят ты знаешь вообще я вот посмотрел и понял так что они живут вот по по тем же самым принципам по которым англичане тогда в в одиннадцатом до году написали что самая страшная опасность будет через 50 лет до что лондон какашками этими лошадиными всеми будет зашла вот они абсолютно то есть тут такие да потом оказалось что через 50 лет там ни одной лошади не было смог всех самые души уже из-за того что были троллейбусы пришлось троллейбусы снимать потому что они не давали проехать но медленно ехали относительно автобусов поэтому машины стояли молотили и был смог то есть совсем другие вообще уже вещи ну да они просто тупо продолжают в какую-то вот линия опять троечники сели троечника деньги получают за за его творилось количество людей которые проживают городах увеличится в три раза да сами города изменятся другие было будут вообще там тебя увеличится толщина загрязнения и количество респиратурных заболеваний пока что только растет продолжительность жизни половину земного шара не будет хватать воды да этот вопрос с водой я думаю будет решен очень просто и очень скоро вообще это этому как когда вот это уже много лет пытаются причесать что самый главный и вот в россии самый главный богат продавцы лавана да конечно конечно человек же может просто он же не прибит гвоздями к пустыне дал за воду сейчас при нынешних технологиях если будет дешевой энергией из воздуха можно брать потому что нет нигде чтобы нулевая влажного такого не бывает поэтому такая чушь просто главная энергия есть энергии будьте вода будет тебе жаротва и тогда раннем случае если уж пить нечего будет просто сядем да доедем до дари миллионы могут остаться без еды до час все это начали скрывается и химия и все еда будет главное качество еды они об этом не говорят еда будет какого качества неизвестно короче вы вычерките да да инс инсайдеры из списков нормальных сайтов да я даже не буду про антибиотики что-то будут бактерии которые уничтожат 10 миллионов человек для мира в котором 7 миллиардов 10 миллионов от вообще нет ничего быстро распространять смертельные болезни а сейчас чу их нет что ли смертельных количество людей страдающих слабоумием утроится куда их больше сейчас уже нет она может и у диска нет но это никакой опасности не представляет для человечества они же пишут про глобальной опасности ну да да и что слабоумие дурак дураков и всегда навалом затопит крупные города из получил за повышение уровня моря человечеству от этого на переселиться будут происходить постоянно велись количество и силы ураганов это да это они откуда взять не знаю но они и что связи с изменением климата но это все равно это не те ураганы которые проходят где-то на юпитере да слушай я я думаю даже обсуждать это не стоит это и анала исламское государство будет страшным в двадцать пятом году знаешь почему потому что будет предпринимать кибератаки не потому что исламское государство может создать термоядерное оружие и применить его глобально а потому что они будут заниматься кибератаками что за бред вообще и это реальные какие-то эти не мы зря ему придали значение это сидел один человек по заданию редактора выдумывал из пальца не не тоже быть с пальцем ну может там приметали на и последний писалось за последнего пункта я это взял все нефть станет очень дорогой с 1050 году будет 200 долларов за баррель охренела человек нефть будет 20 копеек за баррель стоит никому не нужное причем к этому времени из нефти будут делать все что угодно ток не бензин вот 50 году поверьте будут делать из нее лекарства там я не знаю что будут из нее делать все что хотите то бензин из нее не будет никто делать там что он не нужен будет для тысяч пятидесятого года федеральное бюро расследование сша арестовала двух женщин по подозрению в намерении совершить теракт в нью-йорке ну да там какие тут две дамы снимали квартиру и как выяснилось хотели устроить теракт вот хотели не хотели все чаще и чаще мы то поезда хотели какие-то взорвать я так понимаю что не совсем психически здоровых людей вернее не так не совсем психически уравновешенных людей находят в интернете дают возможность им высказаться по полной программе ну и провоцируют на какие-то дела а потом они вот выясняют значит то есть ну провоцируют их на какие-то вещи которые потом инкриминируют и в качестве преступления потому что там тоже наверное какие палочки рисовать как они борются с террористами новые сведения захваченных захваченном университете исламистской группировкой аж шаббат для ну 147 студентов погибло как как минимум да и значит 215 тысяч долларов за голову вот это мухаммеда мах мухаммуд мухаммед мухаммуд вот за эту мухаммуда 215 тысяч долларов обещают за его башку то есть за живого или мертвого ну вот это правильно что я могу сказать то есть правильно в нынешних условиях говорили списки составлять это очень правильно тех людей которые желают горит кто не смог процитировать коран расстреливали на глазах остальных до уж не хочу а цитирует коран ни в каком отношении вот понимаешь чего они добиваются они добиваются чтобы мы возненавидели мусульман да конечно безусловно это им очень очень нужно сейчас вот тут у нас по времени сейчас я посмотрю тогда может быть нормальные мусульмане сначала возненавидят исламист может быть сначала они возненавидят и сами с ними разберутся они так и делают сейчас мы это видим сейчас я а вот хотел тоже показать интересно потому что значит папа франциск раскритиковал скучный скучных священников вот он там сказал что они не должны быть пастами с кислыми лицами недовольными уж тем более скучными и одновременно ну казалось бы вот вот сказал ну да то есть еще святой августин говорю про грех уныние что уныние ни в коем случае нельзя допускать так далее и появилась в париже на у собора парижской богоматери фигура папа римского где он там вот и фотографии покажу показывает большой палец улыбается показывает вот все хорошо и это восковая фигура но она займет свое место там в парижском музее все как положено но мне это напомнило другую фигуру помнишь из фильмов но так они оттуда из рисового губа да вот дружище дружище христос вот прям один в один настолько настолько это прям совпадает но забавно молодцы то есть у них конечно с креативом наконец-то они посмотрели долго до 20 до смотрели до фильм хороший я всем рекомендую когда спрашивал 5 смотрю да я тоже не меньше пяти раз потому что там есть очень-очень тонкие его цитируют можно там весь на конечного в израиле раввины признали марихуану кошерный причем они сказали что она кошерный круглый год но курить ее на ток на праздник до забавную давай приезжайте в россии у нас сейчас скоро будет тут вообще спрашивать да у нас каждый день праздник то есть поэтому не суббота у нас всегда точно оборот да ладно все у нас по времени да 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 2235 давай на вопросы вопрос люди в чате и в твиттере говорят что всем нас там еще ничего не будут делать и мальцев все а там еще же это самое ты не показал это полицейского ах как у полицейского полицейские войнах был санадина да 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 гос наркоконтроля в одном из наркопритонов до пятигорска полицейский до какой-то из чечни не просто полицейским начальник там гибко и бдд телечного района то есть каком-то героином он найден был в этом притоне и вот с удостоверением со всеми делами ну я думаю что не он один у нас наркократия у нас понятно что в россии огромное количество людей которые служат государству читайте и слушайте путину да они являются наркоманами потому что в здравом умею в твердой памяти служить конечно сволочам но невозможно никак поэтому нужно как-то им это чем-то сдабривать вот люди в чате пишет и в твиттере говорят что в 17 ничего не будут делать и мальцев все сделает сам получается холоп просто нашли нового хозяина лица мальцевы ждут что он значит за все за них сделать ну конечно большинство так и ждут но за большинство конечно все сделают те люди которые обладают пассионарностью мы дать говорить откровенно мы же не призываем всех в семнадцатом году это делать мы понимаем что это нереально что вот те 86 которые всегда за все хоть сегодня они там за путина завтра придет пупкин они будут за пупкин и послезавтра мальцев они будут за мальцев так они устроены так и когда нам говорят что вы будете делать со всеми этими ватниками да счастье какой что это ватники им киселев скажет там тот же самый или другой мы поставим что нужно сделать вот скажешь какой был путина не и они в это сразу же поверю дал он от фонали от сталина еще не остыла грубо говоря подушка уже этот 20 какой на каком съезде его на 20 20 раскатывали попадает а перед этим буквально за прям недолго уже там все говорили что и какой великий человек да все понимаешь вот оберю так на второй день сказать портрет поснимали нет это однозначно тут и эти проблем никаких не составляют если вы думаете что вот те которые зомбированы киселевым они возьмут оружие пойдут воевать что ли с нами если у них не будет путина и не не будет того кто скажет идите воюте никуда не да не так не паду как шариков помнишь а если в война с мировыми империалистами я вы его от никого не пойду никуда помнишь говорит так они скажут поэтому здесь волноваться нечего я говорю нам не нужны все нам нужно вот два процента есть люди пассионарных вот они нам нужны большинство из этих двух процентов все нам не нужны все они даже даже лишние все вы понимаете они пока то потом трудно с ними будет со всеми если если представьте себе вдруг все всколыхнуться потом это успокоить будет только крайне трудно поэтому нам все не нужны так 300 героев пишет да так три спартанцев это очень хорошо такое причем может быть даже и меньше потому что особенность 300 300 спартанцев при фермопилов было в том что защищались а это гораздо труднее чем отковать тогда когда никто не знает вот мы говорим 5 ноября семнадцатого года ты думаешь они нас слышат нифига они нас не слышат они думают что ну мальцев говорит она так и эффективно у тебя будут каждый день им готем будут письма слать они меня не услышал до 5 ноября когда все случится они скажут внезапно как левитант да как объявление войны да и так далее вот так они скажут ну потому что человек устроен я ничего не придумал почему не говорят почему ты говоришь это говорить это я говорю потому что те как кто должен меня слышать из этих они меня не слышат я могу сказать все что угодно они пропустят мимо ушей чаплин призвал вернуть в рф монархию для борьбы с ненавистным западом да я я не знаю про это ну вот сегодня показал мне говорит не фейк твиттер кураева да вроде и вот да я про чаплин и было написано что абсолютно циничный человек возможно атеист вот я абсолютно согласен даже если это фейк что вот эта группа товарищей которые сейчас возглавляет рпц возможно атеисты а возможно вообще сатанисты не но сатанисты все-таки лучше чем атеист не в том смысле что лучше не лучше я имею ввиду тогда они хоть во что-то вере ну понимаешь но они так верят путина в рубль там они достаточно цене но тогда это плохо атеисты приличные люди по большей части из тех кого я знаю по крайней мере это неплохо что они не могут они быть атеисты все-таки человек более развиты мне кажется тем они хотя не знаю может и правда едят младенцев ну то что они кошерную марихуану не курят это . я думаю что они нюхают кошерный кокаин они на спайсах сидят на спайсах данина вряд ли думаю они кокс не уходит про вот мне сдается ну да распросят все-таки для быдла коксово для высших чиновников церковной иерархии так вот спрашивают решили ли мы со знаменем какой будет знамя прям вот вопрос задали который вчера я смотрел на два знамени вчера который у меня ставят в кабинете муж говорили эфирена желто-белое другое красное поэтому давайте все среда вот я между ними металлца потому что вроде одно русское знамя другое совет о котором я присягал что же мимо этого не проскочишь да давай добавим еще коему знамени присягал под темы помирать должных давай это черный знамя я считаю черный знамя анархии очень очень хорошо да кстати как раз черный цвет вся земля вся земля и воля спасибо спасибо до свидания вот куда-то не показали